Самое главное, что вам необходимо знать перед приездом в Грузию, или вы сюда уже приехали, вот для меня, да, живите с этим, то что вам здесь, ну и нам здесь, никто ничего не должен, от слова совсем. Если вы будете соблюдать правила этой самой страны, то все будет хорошо. Есть памятник, который встречает каждого в Тбилиси, такой это прям мать Грузия. И вот в этом памятнике у женщины Грузии в руках две вещи. То есть в одной руке у нее меч, а в другой стране чаша с вином. Именно от вас, от вашего поведения, от вашего желания зависит напрямую то, с чем вы пришли и что вы получите. И вот это важно знать. Второе. Мы в гостях у гостеприимного народа. Вот люди не меняются, да. И люди, когда это было, вот поймите одну простую вещь, вот одну простую, что Грузия, вот я специально распечатал, чтобы вам было понятно, вот это, это Абхазия и Осетия Южная, да. Вот эти страны, вот эти вот, вот эти вот красным выделено, это боль Грузии. Это временно оккупированные территории Грузии. И вы, многие, и я в том числе, корю себя за это, что я не знал о том, что это временная оккупированная территория, когда я сюда приезжал. Для меня это было, ну, какое-то непонятное. Почему? Потому что пропаганда в России, в Белоруссии, в Украине, которая работала, она это дело очень культурно обходила. И четко понимать, что даже в то время, когда у Грузии более двадцати процентов территории было оккупировано, они принимали и принимают сейчас русскоговорящих, русско… гражданство с русским, да. Белорусов, украинцев принимают, принимают, потому что это гостеприимный народ. Тоже надо понимать. Надо с этим смириться. Вот когда вы выпячиваете свое «я», и я это вижу сейчас очень много там, да. Я говорю, никто вам ничего не должен, на слово «совсем». Вы приехали в чужую страну. Вот представьте, я своим говорил, представьте, чтобы Грузин приехал там в Минск или в Киев, или там в Москву, и начал бы говорить, как-то строить там, не знаю, правительство, как вот то, налоги, пятое-десятое, он выглядел бы дурачком. Правильно? Почему вы приезжаете, и почему вы пытаетесь строить? Надо смириться с этим, и у вас все будет. То есть надо жить с этим, что вы в гостях. То есть чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях, в гостях у очень терпельевого народа, очень гостеприимного народа и очень хорошего народа. Вот я хочу, чтобы вам это видео помогло здесь обосноваться, помогло здесь влиться в культуру народа, в специфику. Она есть, она очень такая, ну сразу не поймешь, да, потому что есть такое понятие. И я это видео записываю не для вас. То есть представим, что сюда из Киева приезжает моя супруга, и я вот ей рассказываю три года там, кому, да. То есть с этим опытом, который есть у меня, я и рассказываю, и вам рассказываю, что бы я делал. То есть это видео такое, разговор меня со мной три года назад, уже с моим опытом, который здесь я поучил в Грузии, и который бы я хотел передать. Вы можете это слушать, можете не слушать, вот по барабану, да. То есть моя задача, самое главное, это предупредить. Потому что для меня это, я сделал все возможное. Я поделился опытом, я поделился своими навыками, я рассказываю это все без рекламы, без продаж чего-либо. Просто делюсь опытом в благодарность Грузии и грузинскому народу. Потому что они и мою семью, и моих детей, и мою жену, и моих сотрудников приняли, и три года мы больше трех лет живем. И вот, ну, нет дискомфорта. И не собираемся возвращаться никуда. И я хочу поделиться, как у нас это получается. Просто поделиться самой главной мыслью, которую вы должны четко для себя понять. Вот и не бухтеть, стараться смириться с этими, жить с этим. Так они сделали, так у них заведено. И помните, что никто ничего вам не должен. Мадлоба.